В нашем мире есть определенные правила. Когда заходит Солнце, восходит Луна, и небесный свод наполняется сверканием звезд. Наша планета Земля и другие планеты имеют определенный цикл вращения. Вода течет сверху вниз, образуя маленький ручей. Ручей струится в большую реку, а затем все впадает в море. После холодной зимы обязательно наступает весна. На полях расцветают цветы. Нас удивляет таинственность природы. Существуют духовные законы в отношении между Богом, сотворившим этот удивительный мир, и человеком. Бог любит вас. У него есть удивительный замысел относительно вашей жизни. Однако, почему многие люди не знают о Божьей любви и о Его замыслах? Человек грешен и отделен от Бога. Поэтому человек не в состоянии не познать, не испытать любовь Бога и Его замысел. Изначально человек был в тесном отношении с Богом. Взаимоотношения между Богом и человеком были разрушены, потому что человек хотел жить по своему усмотрению. Это своеволие, выражающееся в активном неповиновении Богу или просто в разнодушном отношении к Нему, Библия называет грехом. Огромная пропасть греха разделяет нас с Богом. Человек постоянно пытается достичь Бога своими собственными силами, например, добрыми делами, философией или религией. Но единственный выход из этого тупика является Иисус Христос. Иисус Христос – единственный данным Богом путь избавления от человеческого греха. Бог перебросил мост через пропасть, разделившую его и человека, послав своего Сына Иисуса Христа умереть на кресте вместо нас, чтобы понести наказание за наши грехи. Но Иисус воскрес по Писанию. Это доказательство любви Бога к нам. Недостаточно просто знать эти три закона. Нам нужно лично принять Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Только после этого мы сможем познать любовь Бога и Его замысел. Нам нужно принять Христа посредством личного приглашения. Иисус стоит у двери нашего сердца и стучит. Мы можем начать общение с Иисусом, если, услышав Его голос, отворим дверь. Следующие две картины показывают нам два вида людей. На троне жизни, управляемой самим человеком, находится собственное Я, а Христос в стороне. Зачастую наши дела и решения ведут к разочарованию. В центре жизни, управляемой Христом, находится сам Христос. А собственное Я уступает место Христу. Многие жизненные вопросы решает Христос. Это соответствует Божьему замыслу. Какой рисунок лучше изображает вашу жизнь? Который из них вам хотелось бы избрать? Вы можете принять Христа верой прямо сейчас, обратившись к Нему в молитве. Помолитесь этой молитвой прямо сейчас, и Христос войдет в вашу жизнь. Бог хорошо знает человеческое сердце. Поэтому Ему важны не столько слова, но состояние вашего сердца. Молитва может звучать примерно так. Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Благодарю Тебя, что Ты умер на кресте за мои грехи. Я открываю дверь в моей жизни и принимаю Тебя как Господа и Спасителя. Спасибо Тебе за прощение моих грехов и за дар вечной жизни. Именем Иисуса Христа молюсь. Аминь. Выражает ли эта молитва желание вашего сердца? Если да, то помолитесь этой молитвой прямо сейчас. Если вы помолились с искренней душой, то Христос войдет в вашу жизнь и обновит ее. Ваши грехи теперь прощены, и вы получили вечную жизнь. Теперь вы Дитя Божье. Для духовного роста важно общаться с верующими в церкви. Костер хорошо горит, когда поления собраны вместе, но по отдельности они быстро погаснут. То же самое происходит и с верующими. Найдите верующих в Иисуса Христа, церковь, там где вы живете. Общение с верующими помогает нам больше познать Христа и жить жизнью, которую Бог задумал для нас. Субтитры создавал DimaTorzok